Добрый вечер. Я редко обращаю внимание на всяческие выпады аналитиков, и поэтому обычно не приходится нам снимать отдельные программы для того, чтобы комментировать этих самых аналитиков, так называемых. Но последнее видео, которое снял наш неуважаемый, я скажу, блогер, небезызвестный Гейдар Джималь, который заставил все-таки задуматься и сделать отдельную программу, комментирующую его слова. Вопрос о том, подпадают ли его слова, ссылку вы сейчас видите на полный цикл его программы, можете отдельно это посмотреть, мы лишь отчасти будем давать, под статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разжигание вражды межнациональной, межконфессиональной розни». Для этого я встретился с экспертами, лингвистом, экспертом Кузнецовой Аленой Анатольевной и историком, кандидатом философских наук Башкатовым Родионом Николаевичем. Дадим сейчас им слово. И первый вопрос Алене Анатольевне. Она недавно проводила лингвистическое исследование, и хотелось бы знать о результатах, подпадают ли слова нашего Гейдара Джималя под эту статью 282. Что было выявлено? Здравствуйте, Вадим. Да, мы проводили лингвистическое исследование, и, в общем-то, тут стоит сказать, что в практике именно экспертно-лингвистической существуют определенные признаки, направленные на выявление наличия в текстах тех или иных особенностей, которые могли бы расцениваться как подпадающие под определенную статью. Вообще, конечно, именно квалификация отнесенности преступления это или не преступления не входит в, скажем так, область специализации лингвиста. Это, конечно, дела юристов. Но лингвисты помогают в этом плане, и мы исследуем текст, чтобы, ну, в общем-то, показать, что там есть, а чего там нет. Соответственно, существуют определенные лингвистические методики, направленные на выявление различного рода признаков. В данном случае мы провели стандартный лингвистический анализ, который был направлен на выявление целеустановки коммуникативно говорящего, ну, и на выявление каких-то содержательных особенностей, анализ лексики, ну, и такие достаточно стандартные лингвистические процедуры были применены. Что же мы нашли по итогу? Ну, стоит особо отметить, что одним из признаков, по которым можем рассматривать высказывания, как направленные на разжигание вражды и ненависти относительно представителей какой-либо группы, объединенной по национальному признаку, по конфессиональному признаку, является так называемое формирование негативного этнического стереотипа и приписывание негативных характеристик всем представителям какой-либо нации. В данном случае в очень явном виде мы можем проследить негативные характеристики в адрес армян. В общем-то, эта группа прямо называется в тексте. И что о них говорится? Армяне выступают в образе такого некого врага, потому что, если мы просматриваем по номинациям, которые использованы в адрес представителей этой группы, то мы увидим, что автором используются номинации «Неискоренимый враг», «Мусульман и тюрок», «Пермаментный предатель». Ну и такое словосочетание, достаточно распространенное в журналистике, именно в практике журналистской, это пятая колонна. Если мы смотрим лексические особенности и значения этих слов и словосочетаний, то получается, что враг и предатель – это слова, которые в своем значении уже подразумевают негативную характеристику. Я думаю, в принципе, это будет понятно любому человеку, то есть та информация, которая закладывается в этих лексических единицах, она достаточно четко идентифицируется. Причем стоит особо отметить, что негативная характеристика является характеристикой такой пермаментной, на что указывают, в частности, само прилагательное «Пермаментные предатели», «Неискоренимые враги мусульман и тюрок». То есть, по сути, армяне позиционируются действительно как нация, находящаяся в таком состоянии вражды. То есть, тут идет попытка сталкивания лбами армян не с азербайджанцами, а именно с исламским миром, с мусульманами. Я правильно понимаю? Да. Именно относительно вражды армян и азербайджанцев, там нет информации. У нас идет информация о том, что Армения является антимусульманской, что армяне — это враги мусульман, это примаментные предатели, которые еще во времена Османской империи выступали в качестве пятой колонны. Кстати, пятая колонна тоже достаточно интересная, можно сказать, фразеологическая единица, потому что она используется для обозначения внутреннего врага, то есть каких-то лиц, которые, скажем так, совершают подрывную деятельность, находясь внутри какого-то сообщества, и, в принципе, это раскрывается вот в том фрагменте высказывания, где говорится о том, что армяне совершали какие-то негативные действия, направленные против именно мусульманской культуры. Ну, именно про армян там все достаточно в эксплицитном виде представлено. А вам не показалось, что у Гейдара Джумали имеются такие противоречия? Ведь он начал свой монолог с Ирана и заканчивал тем, что, с одной стороны, Армения якобы враг мусульман, исламского мира, а Иран, насколько мы знаем, официально называется Исламская республика Иран. То есть он говорит о том, что Иран поддерживает Армению, а Армения в довольно-таки дружеском, хороших отношениях с Ираном. То есть тут идут какие-то противоречия с его стороны. Это что, ход какой-то? Он это комментирует. И тут мы выходим на анализ всей целеустановки появления коммуникативного намерения говорящего. В отношении Ирана там присутствуют негативные характеристики. В том плане, там нет каких-то определенных номинаций, но подтекст присутствует. В чем он состоит? Он состоит в том, что Иран позиционируется в роли такого агрессора. Кстати, по Гейдару Джемалю Иран тоже враг мусульман? Иран не враг мусульман, но Иран по Гейдару Джемалю враг Азербайджана, потому что Иран вынашивает такие агрессивные планы по захвату территории северного Азербайджана. Значит, как я правильно понимаю, если все, кто против политики Азербайджана, все враги мусульман. Ну, конечно, как лингвисты не могу ответить на этот вопрос. Но, в общем-то, исходя из содержания текста, аудитория может прийти к такому выводу. Хорошо, Артем Николаевич, к вам вопрос, как эксперту, историку. Скажите, вот у Гейдара Джемаля далее были такие слова, что Иран несколько десятилетий находился в составе Азербайджана. Я понимаю, что вам, как серьезному человеку, задавать такие вопросы, конечно, глупо, но, тем не менее, вы это слышали, и вопрос звучит фактологически. Что вы на это скажете? Действительно ли это так? Проблема любого исторического исследования – это отделение факта от версии. Дело в том, что очевидное умозаключение может тоже в некоторых случаях трактоваться как факт. А умозаключение, притянутое за уши, то есть опирающееся на спорные посылки, будет уже версией, мнением или информацией, претендующую на правдоподобность как с фактической стороны. Говоря о том, что Иран находился несколько десятилетий по власти Азербайджана, это, скорее всего, это утверждение должно было опираться на такой факт, как наличие государства Азербайджана, которое является митрополией по отношению к присоединенной территории Ирана. Конечно, в истории таких фактов, периодов никогда не было. Зачем это делается тогда? Почему не Азербайджан в составе Ирана, как это было, Персии, а наоборот? То есть мы в 21 веке узнаем, что, оказывается, Иран несколько столетий, причем не десятилетий, а столетий, был в составе Азербайджана. Это прямая фальсификация. Дело в том, что я догадываюсь, не очевидно, я догадываюсь о логике, которую использует Гейдар Джимар. Провинция Ирана, Азербайджан, она действительно существует уже давно. Была и есть. Была и есть, она существует. И название государства нынешнего Азербайджан, оно дано по названию ближайшего соседа. Ну, как пример Македония, республика, страна, да, и греческая область Македония. Но поскольку существует факт признанного государства Азербайджан, который мыслится, тоже словами Гейдара Джимария, как северный Азербайджан, это независимое государство, поскольку он получил политический статус Азербайджан в лице его северной части, и из-за того, что выходцы, представители племен Азербайджана действительно в течение определенного периода управляли государством Ирана, он уже считает, что этого... Тюрки не эти. Тюрки, да. Уже достаточно для признания обстоятельств, что якобы Азербайджан управлял Ираном. Но в этом случае, как минимум, от Гейдара Джимария необходимо было бы услышать пояснение и оговорки. Конечно, это не было сделано, и я полагаю, что тем самым необразованный, нескушенный слушатель вводится в заблуждение. Я два с половиной года занимаюсь антидеформационной политикой, и могу вам сказать одно, что такая проблема не только у Гейдара Джималия, такая проблема, к сожалению, у всей Академии наук Азербайджана доказать автохтонность азербайджанцев и аллахтонность армян. Мы уже как-то разговаривали, и я говорил, что дошло до того, что Академия наук Азербайджана официально стала говорить о том, что настоящие армяне — это азербайджанцы. А те люди, которые называют себя армянами, то есть армяне, это не армяне, а хаи. У Азербайджана история начинается с Ереванского ханства, которое, как они понимают, это было азербайджанским государством. Конечно, сокращать историю Армении практически на две тысячи лет — это, конечно, такой шаг, профессиональный историк, специалист, обществовед и аналитик, с которого претендует Гидар Джималия. Но я считаю, что это некорректно и непозволительно. Формирование армянского этноса началось сразу после уже крушения государства Урарту. Приблизительно сколько тысяч лет армянской нации уже сформированы на этих территориях, от Куры до Армянского Нагоря? Современная историография, примерно временем складывания армянской народности, это называют VI век до н.э. Все, вопрос исчерпан по этой теме, я имею в виду. То есть мы уже дали ответ именно по тому, что армян якобы в Закавказье не было. Алена Анатольевна, на какой стадии сейчас эти документы, где они сейчас находятся? Нами было проведено исследование и передано в компетентные органы, которые будут в дальнейшем решать судьбу этих материалов. А о чем гласит вообще эта статья 282? Что может грозить Гидару Джималю, если все-таки эти самые компетентные органы серьезно и ответственно возьмутся за это дело? Ну, если эксперты все-таки квалифицируют это как преступление по статье 282, то может грозить уголовная ответственность. До пяти лет? Да. Когда речь идет о подобного рода материалах, это всегда очень индивидуально. То есть, да, естественно, мы выявили именно коммуникативное содержание этих текстов. Ну, а в дальнейшем это уже, ну, скажем так, вопрос к Следственному комитету, к нашим правоохранительным органам, как уже они дальше с ним будут поступать. Вот знаете, на что я еще обратил внимание? С одной стороны, Гидар Джималь буквально говорит против всех и вся соседей, ну, в частности, естественно, об Армении и Иране. С другой стороны, своего стратегического партнера Израиль он тоже втаптывает в грязь, хотя бы потому, что он несколько раз, говоря о Иерусалиме, говорит не Иерусалим, а Аль-Кудз. То есть, так, как называют Иерусалим, не признавшие Израиль, арабские государства. То есть, очень часто нотки проскальзывают того, что этот человек сам не понимает, о чем говорит. Вот у меня к вам еще такой вопрос. Скажите, много ли было выявлено именно по разжиганию межконфессиональной, не межнациональной, а вот межконфессиональной розни? Если мы говорим о межконфессиональной розни, то, естественно, речь идет в первую очередь об армянах, причем очень интересна номинация и характеристика, которую автор дает армянам. Он их называет так называемые христиане, вообще ставя тем самым под условие конфессиональную... А христиане или армяне? Ну, это вопросы, вот такие уже, скажем так, исторического характера, но в тексте это присутствует, и именно межконфессиональная вражда, она озвучивается как вражда армян, которые антимусульманские, антиисламские, ну и, соответственно, представителей исламского мира. Россию он больше известен как Гейдар Джумаль, председатель исламского комитета России, и в то же время он почему-то говорит о так называемом и иранском мире, будто бы те словно не мусульмане. Как мне кажется, здесь идет столкновение лобом не только армян с исламским миром, или с азербайджанцами, или с тюркским миром, но и иранский мир в том числе, с другими мусульманами. Опять же, здесь у него комом встало то, что так называемый, теперь я скажу, северный Азербайджан, который не имел никогда государственности до 1918 года, если я ошибаюсь, уважаемый историк меня может переубедить, или все-таки было государство Азербайджан в северне Аракса до 1918 года прошлого века? Ну, дело в том, что территория могла бы относиться к провинции, может быть, условно, Азербайджанской провинции. То есть эта территория входила в состав иранской провинции Азербайджана. Но вот было в истории независимого, независимого Азербайджана. Ну, политонима Азербайджан не существовало. А вот независимое тюркское образование до 1918 века на территории сегодняшней республики Азербайджан в северне Аракса. Было ли в истории? Знаем ли мы об этом? История пока таких сведений не обладает. Вы знаете, в Азербайджане обладает, более того, как мы понимаем сейчас, это тюркское образование на севере Аракса не только было, но и включало в себя и Иран, и Армению, и даже юг Дагестана, насколько я знаю. Кстати, по-моему, вы родом из Дагестана. Ну да, Саша, наверное. Из Дербента? Из Каспийска. Из Каспийска. Есть мнение, что Дербент, древнеазербайджанский город, это вам тоже как бы на... Ну, состав персидской державы действительно входил. Персидской, да. Но не азербайджанская держава, да? Коль скоро мы заговорили и о репатриации армян, то есть переселение армян из глубин Персии в Восточную Армению, то есть репатриация своего рода в Ереван и так далее, Ереванское ханство, то, наверное, не мешало бы все-таки еще раз напомнить о Туркманчайском и Гулистанском договорах, как армяне вообще попали в Персию изначально, и почему их снова переселили обратно? И если переселили, то действительно ли их переселили в азербайджанские земли? Гидар Джамаль утверждает, что данная территория принадлежит Азербайджану, то есть мусульманам, тюркам, и что армяне эти земли стали захватывать. Видимо, упуская из виду то обстоятельство, что армяне не захватывали, не колонизировали, не переселялись эти территории, а если колонизировали, то реколонизировали в рамках правильно сказанного репатриации, поскольку это обстоятельство использовалось как спорный момент, почему это карабахские земли, Арцех считаются тоже спорной территорией, но с какого момента считать началом спора колонизации или реколонизации? Большую часть территории, это земли Армении и Арцеха, конечно, были заселены армянами, о чем однозначно утверждалось в советской историографии, в тех же учебниках по истории и Армении, по истории Азербайджана. Только в советских или... Их, соответственно, более ранних. Эта тема стала спорной только после распада советского... Ну, уже в процессе перестройки, волны национализации и последующего распада Советского Союза. Правильно, Вадим, вы говорите, то, что точнее называть процесс колонизации за Кавказией армянами, как процесс репатриации. Такая версия, она исторически обоснована. И армяне отсутствовали в этих землях, благодаря политике персидских властей, в период около двухсот лет. Ну, учитывая продолжительность времени, сколько они здесь проживали... Тысячелетиями, да? Ну, да. В принципе, можно было все-таки утвердать, что это репатриация. И вот здесь хочу отметить как историю, что, со своей стороны, оценивая позицию Гидара Джамаля, что удар и пропаганда несут именно традиции добрососедских отношений, которые вплоть до конца 19 века между армянами и турками реально сложились. И уже впоследствии политика османской Турции, она уже была настроена на разжигание противоречия и конфликта между мусульманами и армянами. Мусульманами вы имеете в виду азербайджанцами? Ну, да. И такое явление, которое было известно... Ну, надо прямо сказать, что на то время они не назывались мусульманами. Да. Но дело в том, что еще по тестам идет, что Гидар Джамаля от обстоятельства не упомянул. И фактически, называя армян предателем, тем самым он говорил о позиции интересов именно османской Турции. Поэтому не упомянуть саму османскую Турцию, я считаю, было бы некорректно. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо экспертам нашим. Ну, а мы с вами увидимся на будущей неделе, как обычно, непременно. До свидания. Продолжение следует...